Библейский портал экзегет.ру представляет Девятая глава второй книги «Хроник» или «Паралипомена» для библейского портала «Экзегет» я читаю перевод российского библейского общества. Про Соломона подробно рассказано, как он построил храм, как он его осветил, мы это все читали. Немножко сказано о его строительной программе, о его каких-то административных решениях, о том, как он освободил, например, от работ своих соплеменников-израильтян и, наоборот, поставил на принудительный труд потомков тех неизраильских племен, которые жили в Ханаане до вторжения в них израильтян. Но это такие общегосударственные проекты. И вдруг Девятая глава нам рассказывает долго и подробно, как и в царствах это было рассказано, всего лишь одну небольшую историю. «Слух о Соломоне достиг царицы Савской». Савская царица — это тоже какая-то страна южная, как и Офир, но обычно считается, что это Йемен на юге Аравийского полуострова. И она пришла в Иерусалим испытать Соломона загадками, пришла с огромным караваном, с верблюдами, навьючными благовониями, несметным количеством золота и драгоценных камней. Пришла она к Соломону и говорила с ним обо всем, о чем хотела. Но о чем бы она ни говорила, ни спросила, Соломон отвечал ей. Не было такого вопроса, который был бы неясен для царя, и на который он не мог бы ей ответить. Узнала царица Савская, какая у Соломона мудрость, увидала, какой храм он построил, что подают у него за столом, и как рассаживаются его приближенные. Увидела слуг прислуживающих ему, и как они одеты, и начерпив, и как они одеты. И какие всесожжения приносит он в храме Господа. И дух у нее захватила. А зачем здесь эта история? Ну, я думаю, если бы там у них какие-то романтические отношения возникли, об этом текст, кстати, не говорит. Не исключает, но и не говорит. Эфиопские цари возводили свою династию к этому визиту царицы Савской. Они считали, что это эфиопская царица, и, соответственно, она вернулась беременная. И первый эфиопский царь — это был сын Соломона легендарный. Не похоже, здесь ни слова об этом нет. Ну, нельзя сказать, что это исключено, но не похоже ни об этом. Зачем здесь это? Вот смотрите, когда Соломон освящал храм, там был рассказ о том, что будет дальше. И он говорил, вот когда будет нужно засвидетельствовать свою правоту пред Богом, человек поклянется в этом храме. Когда нужно будет покаяться народу в том, что он отпал от Бога, он здесь это сделает, когда нужно помолиться здесь. И придут из других народов сюда молиться, и ты будешь тоже слушать. Вот пришла. И храм становится не просто израильским святилищем, он становится святилищем всего человечества. Пусть пока что мало кто, кроме израильтян, лишь отдельные люди это поняли. Но это резиденция Бога на земле, символическая, конечно, но резиденция. И царица Савская это первый случай, когда не отдельный какой-то человек зашел там случайно полюбопытствовать, а когда она специально пришла, привлеченная пусть даже мудростью царя Соломона, а не храмом, но оказалась в храме. То есть это история про миссию, про то, что для всех народов эта весть о едином Боге должна быть проповедана, и храм становится местом этой проповеди, а мудрость царя важнейший инструмент проповеди, привлекает она. Если просто говорить, у нас есть Бог, другие народы скажут, ну и у нас есть, причем даже не один. Ну и что? А вот у нас есть мудрый царь, это не каждому народу везет. Так сказала она царю. Значит, правду я слышал у себя в сове о твоих деяниях и твоей мудрости. Я не верила слухам, но теперь пришла и своими глазами вижу. Мне не рассказали и половины твоей великой мудрости. Ты превосходишь все, что я о тебе слышала. Счастливы твои люди, счастливы твои приближенные, что они всегда рядом с тобой и внимают твои мудрости. Благословен Господь твой Бог, который по благоволению своему посадил тебя на свой престол, сделал тебя царем, чтобы ты служил Господу своему Богу. По своей любви к Израилю желаю укрепить его навек. Бог твой поставил тебя царем над Израилем, чтобы ты творил правду и суд. Кстати, что-то похожее описал Соломону царь Хирам. Но это, можно сказать, формулы вежливости, восхищаться правителем, с которым хорошее отношение, и говорить, вот Бог тебя поставил, как это правильно, как это хорошо, как это Израилю повезло. Но одновременно это все-таки о Боге. То есть, смотрите, народ Израиля, выстраивая свои отношения с окрестными народами, свидетельствует о Боге. Цари Израиля, проявляя мудрость, и, будучи достойными правителями, свидетельствуют о нем же. Это не просто вот какая-то болтовня, о Боге можно говорить очень многое подробно, боюсь, я этим страдаю иногда. Но человек живет так, что другие люди приходят к нему и говорят, надо же, велик Бог, который тебя таким сделал. Вот лучшая проповедь. Она подарила царю 120 талантов золота, огромная сумма, таланты больше 30 килограммов, несметное количество благовоний, тогда это было ценностью большой, дороже даже золото, и драгоценные камни. Невиданные благовония привезла царица Савская в дар царю Соломону. А слуги Хурама, царь Тира финикийский, вместе со слугами Соломона привозили золото из Афира, привозили дерево Альгум, мы не знаем, что это за дерево, но какое-то ценное дерево, и драгоценные камни. Из дерева Альгум Соломон сделал пандусы в Господнем храме и царском дворце. Что это такое, мы не очень понимаем, но вообще-то пандусы мне этот период не очень нравятся, скорее какие-то лестницы или входы, или перила, то есть то, что служило людям для прохода внутрь. А также арфы и лиры для музыкантов. Ничего подобного не было во всей Иудее. Соломон подарил царице Савской все, что она только пожелала и что только попросила. Это еще помимо ответных даров. Ну, ответные дары – дары вежливости, да, то есть она пришла не с пустыми руками, он ее провожает не с пустыми руками. И отправилась она вместе со своей свитой в обратный путь в свою страну. И дальше такое как бы примечание. Ежегодно к Соломону поступало 666 талантов золота. Это больше 20 тонн, огромное количество. И цифра такая странная. Ее иногда связывают с 666 числа зверев Откровения Иоанна Богослова, но в конце концов бывают просто цифры. Не считая того, что выплачивали ему торговцы и купцы золота и серебра, поступавших Соломона от всех царей Рави и от наместников. Какое-то фантастическое, огромное богатство, да. Царь Соломон сделал 200 больших щитов, обитых золотом. На каждый такой щит пошло по 600 шекелей золота. Шекель – это 10 с небольшим грамм, то есть 600 шекелей – это там около 7 килограммов. И 300 малых щитов. На каждый такой щит пошло по 300 шекелей золота. То есть, соответственно, 3,5 килограмма. Эти щиты царь поместил в зале Ливанского леса. Судя по всему, это какая-то торжественная комната приемов в его царском дворце. Ливанский лес, то есть, видимо, все было обшито кедром. Ну и вот эти щиты, они как украшения висят. Еще Соломон сделал большой трон из слоновой кости, обитой чистым золотом. У этого трона было 6 ступеней. Золотое подножье, а с обеих сторон от сиденья – подлокотники, подле которых стояло по льву. Может быть, даже подлокотники в форме львов. Да, львов как животное, которое охраняется, а символически. А на шести ступенях стояло 12 львов, по одному на каждой ступени, с каждой стороны. Ничего подобного не бывало ни в одном царстве. А кубки у царя Соломона были все золотые, вся утварь зала Ливанского леса была из чистого золота. А серебро времена Соломона не ставили ни во что. Ну, тоже такая немножко утопичная история, но, тем не менее, она тут рассказана. Ведь у царя были корабли, которые ходили в Таршиш, вместе с людьми Хурама, того самого финикийского царя. А Таршиш, мы не знаем, где это конкретно, но где-то через Средиземное море на западе. Каждые три года привозили торшишские корабли золота, серебро, слоновую кость, обезьян и павлинов. Соломон превзошел всех царей земли богатством и мудростью. Все цари земли жаждали увидеть Соломона и послушать ту мудрость, которую вложил ему в сердце Бог. Приходя к Соломону, они приносили ему дары. Ну, достаточно одного примера царицы Савской, остальное как бы обобщение, да? Приносили ему дары серебряные и золотые изделия, одеяния, оружие, благовония, коней и молов, и так из года в год. У Соломона было 4000 лошадиных упряжек и колесниц, а конницы – 12000. Он разместил их в крепостях, специально отведенных для колесничного войска, а также у себя в Иерусалиме. Об этом мы тоже читали, колесницы – отдельное оружие такое, особый вид войск в древности, ударный, как танки, да? Собственно, они и были танками древности. Соломону подвластны все цари от реки до страны Филистимлен, река от Ефрат, вплоть до границы Египта. В его правлении серебра в Иерусалиме было что камни, а кедров, что сикамору в предгоре. Сикаморы уже встречали это выражение, это одна из разновидностей смоквы, и древесина у нее низкого качества, поэтому, собственно, ее и не считают за древесину, а кедры, наоборот, самые лучшие. Лошадей Соломона доставляли из Египта и со всего света. А все прочее о Соломоне от начала до конца описано в деяниях пророка Нафана, в пророчестве Ахии с Селомой, в видении провидца Едооба и Раваами, сыни Невата. И тексты, которые до нас не дошли, то есть исторических источников, было намного больше. «Сорок лет правил Соломон в Иерусалиме, царствую надо всем Израилем. Соломон почил с предками, был похоронен в городе Давидовом. Царем после него стал Риховам, его сын». Ну, а дальше что пошло? Не очень хорошо. И об этом будет следующая глава, десятая. Но нам нужно только подвести итог, что Соломон — строитель храма, и Соломон — это золотой век Израиля. Вот об этом книга про Липомена долго и подробно нам рассказывает. «Сорок лет правил Соломон»